Просторные комнаты для общения и досуга. Отделение пребывания для пожилых и инвалидов Ковылкин открыла свои двери для тех, кто нуждается в социальном обслуживании. Здесь можно подружиться с компьютером, обрести новых знакомых и заняться спортом. Ноги на педали, потихоньку, руки. Можно и здесь, потом проверим пульс и давление. Потихоньку начинайте, не торопитесь. Физические нагрузки подберут даже для тех, кто далек от спорта. Опытные специалисты помогут освоить тренажеры, позаниматься йогой или физкультурой. После тренировки, ну или вместо нее, можно расслабиться на массажном кресле в зоне релаксации. Найдутся занятия и для творческих натур. Можно поиграть и шашки, шахматы, домино, и заняться вышиванием, и плетением. Также у нас есть просто зона отдыха, где можно просто отдохнуть, посмотреть телевизор, порисовать песком. Поддержку физического, психологического здоровья и социальную адаптацию. С подопечными будут заниматься опытные специалисты и волонтеры не только в самом отделении. По словам сотрудников, для подопечных центра будут организовывать и экскурсии. Все это, конечно, нужно для наших пожилых людей. Почему? Потому что мы знаем, что очень много людей, которые одинокие, те люди, которые болеют, в любом случае требуют внимания. Поэтому это помещение послужит им большую пользу. Отделение открыли в здании бывшего магазина. Позади большой ремонт и вот в уютных комнатах вместо стеллажей с продуктами, шкафы, заполненные спортивным инвентарем и настольными играми. Средства на ремонт выделили из местного бюджета, а оборудование закупили по федеральной программе «Демография». Также в рамках проекта обучили специалистов. В отделении дневного пребывания будут проводить занятия по группам. Каждый будет заниматься по четыре часа в день. Ольга Данилова, Максим Бекеев, Народные новости, Кавылкинский район.